Ленинградские дети Когда звучали эти слова, на Урале и за Уралом, в Ташкенте, в Курбешеве, во Мальте и во Фрунзе у человека сжималось сердце. Всем, особенно детям, принесла горе война. Но на этих обрушилось столько, что каждый с невольным чувством вины искал, чтобы хоть что-то снять с их детских плеч, души, переложить на себя. Это звучало, как пароль «Ленинградские дети». И навстречу бросался каждый в любом уголке нашей земли. До какого-то момента они были, как все дети. Оставались веселыми, изобретателями. Играли осколками снарядов, коллекционировали их, как до войны коллекционировали марки или бумажки от съеденных конфет. Убегали, прорывались на передовую, благо фронт рядом, рукой подать. Азартно закидывали песком в своем дворе немецкие зажигалки. Словно это новогодний шутих. Видимо, я нахожусь за двора своего, рядом с генеральным штабом. И вижу около калитки совсем прижавшийся мальчик. Мне показалось, что ему лет шесть. Я спрашиваю его, что ты здесь делаешь? Он говорит, а я пришел сюда умирать. Умирать. Ты смотри, какой ты. Просто смог сюда прийти. Ты не умираешь. И где ты живешь? Я живу на мойке. У нас очень темный двор. И квартира очень темная. А здесь фон, как светло. И я пришел сюда умирать. Ну, я своими девчонками взяла его к себе в архив. Мы его напоили теплой водой. Какие-то корочки ему дали. И клеем столярного. Вот этого самого. И он нам сказал. Если я останусь жив, я всегда буду есть этот клей. А сколько же ему было лет? Мне казалось, что ему лет шесть. А оказалось одиннадцать. Я его спросила. Ну, почему ты пришел сюда? У тебя никого не осталось? Он сказал. А разве ты не понимаешь? Если бы у меня кто-нибудь остался, я не пришел бы. Папа на фронте. Мама умерла. Режит. Сестренка умерла. Но я отвела его в детскую комнату и сказала его адрес. Они туда пошли. А больше я о нем ничего не знаю. Продолжение следует.